Новинки 2021 из семян. Я расскажу вам про однолетники, двулетники, многолетники и горшечные. Начнем мы с межвидового гибрида бегонии, который называется боулер. Это шоколадно-бронзовые листва, которые прекрасно контрастируют с крупными ярко-белыми цветками. Мощная бегония, универсальная, подходит как для выращивания в крупных кассетах, так и в подвесных кашпо. Бегония боулер – это основоположник новой серии. Пока что здесь только одна окраска с бронзовыми цветками. Бронзовый цветок – белый лист, но со временем эта серия пополнится и другими окрасками. Отличается она от топ-хета, от нашей крупноцветковой межвидовой бегонии, тем, что у нее чуть более низкие кустики. Обратите внимание, что до 3% растений серии боулер могут иметь зеленые листья. Внизу презентации на каждом слайде вы увидите краткий обзор для агрономов. Обратите внимание, здесь написаны размеры взрослых растений, когда они уже высажены в грунт и хорошо разрослись. Габитус растений, например, у бегонии серии боулер габитус округлый. Форма семян. Компания Сингент предлагает дрожжированные семена и обычные семена для бегонии серии боулер. Также наши рекомендации по расположению растений на клумбе. Рекомендуемый размер горшка. Обратите внимание, боулер мы высаживаем, если в горшках, диаметром от 10 до 17 сантиметров. Также можно использовать подвесные корзины диаметром более 25 сантиметров, но туда лучше высаживать хотя бы по два растения, чтобы быстро создать декоративный эффект. Также обратите внимание, в правом углу презентации ссылки на дополнительную информацию. Здесь вы видите два синих прямоугольничка. Если кликнуть на каждый из них, то вы перейдете на американский сайт компании Сингента и там на английском языке у вас будет информация по технологии выращивания или еще больше информации по описанию данной культуры. Информация предоставлена на английском языке, но через Google переводчик техническую информацию переводить достаточно просто. Итак, напоминаю, что в серии бегонии боулер есть 3% растений с зеленой листвой, но в данном случае на этом слайде вы видите сравнение с бегонией из серии топ-хэт. Если мы хотим комбинировать растения из серии топ-хэт и боулер, тогда мы сажаем растения из серии топ-хэт на задний план, а боулер мы сажаем на передний план. Таким образом, мы компенсируем высотой растений визуальный эффект, и растения из серии топ-хэт не закрывают в более низкорослые растения из серии боулер. Ну и, собственно говоря, самой серии топ-хэт, в ней уже достаточно много окрасок, это тоже межвидовой гибрид бегоний, мощные растения, очень большие цветки, короткое время выращивания, до двух недель раньше, чем похожие сорта. В данном случае мы представляем вам окраску топ-хэт Скарлетт импрувт. Растения заметно улучшили по размеру цветков, плюс габитус растений у окраски Скарлетт стал более мощный. И очень важно отметить то, что цветок у окраски Скарлетт в серии топ-хэт слегка гофрированный. Но я бы сказала, что это очень хорошая особенность. Эти гофрированные цветки очень оригинально смотрятся, при этом размер у них очень крупный. Топ-хэт универсальная серия, подходит для ранних продаж в кассетах с крупной ячейкой, а также хорошо сочетается в комбинированных посадках или же в контейнерах наземных. Рассаживаем мы их на клумбе, располагаем на солнце или в полутени. Габитус у растений прямо стоячий такой или даже округлый. То есть по факту это как будто большая-большая бегония Симперфлоренс с крупными размерами цветков. Очень интересная серия. Ну вот здесь обзор всех окрасок в серии бегонии топ-хэт. Скарлетт импрувт, роузби колор, пинг, вайт. Также вы видите варианты использования. Мы можем продавать ее в супермаркетах в крупных ячейках, в кассетах, или же мы можем продавать уже готовые растения, красивых декоративных кашпо. Обратите внимание на высокую однородность в серии топ-хэт по габитусу среди различных окрасок. Бегонии вечно цветущие, привычные нам бегонии. Две очень известные серии Бада Бинг и Бада Бум. Очень высокая однородность. В серии есть окраски с зеленой листвой, это Бада Бинг, и с бронзовой листвой, это Бада Бум. Стандартные универсальные серии. Здесь улучшены две окраски. Это Бада Бинг Пинг и Бада Бум Лайт Пинг. То есть светло-розовые окраски в серии с зеленой листвой и в серии с бронзовой листвой. Заметно улучшились показатели качества семян и размер цветков. У растений теперь улучшена хорошая энергия прорастания семян, которая обеспечивает оптимальное производство с момента посева до продажи. Очень короткие сроки цветения для быстрого производства. Растения компактные, хорошо ветвятся, и их, естественно, можно использовать. Для производства в условиях высокой плотности культуры. То есть спокойно мы их можем выращивать в кассетах, вплоть до 54-х. Но самый лучший вид растений из серии Бада Бинг и Бада Бум, конечно, получается, когда мы производим продукцию в горшках. Тогда их можно продавать как растения премиум качества. Пожалуйста, вашему вниманию предлагаю все окраски из серии Бада Бинг с зеленой листвой и Бада Бум с бронзовой листвой, а также варианты их использования в ландшафте. Очень хорошая у нас смесь и окрасок, в которой красиво подобраны сочетания цветов. И с каждой кассетой можно высаживать растения без подбора. То есть берем кассету, высаживаем на клумбу, следующую кассету, следующую кассету, и в итоге получаем очень красивый гармоничный цветочный ковер. Бегония из серии Эрика, я бы сказала, незаслуженно подзабытая. Это серия для южных регионов, она очень жаростойкая, но подходит она для более поздних продаж, либо середина сезона, либо конец сезона. То есть вначале, если мы хотим сделать апрельские продажи, лучше использовать серии Бада Бинг и Бада Бун. Потом мы спокойно можем использовать серию Эрика. В данном случае улучшили ветвление и силу роста растений в саду у окраски бронз-скарлетт, то есть окраски с бронзовой листвой и ярко-алыми цветками. Обратите внимание, у Эрики очень важная особенность. Она зацветает на 10 дней примерно позже, чем серии Бада Бинг и Бада Бун. И вначале она формирует хорошо ветвящийся куст, и только потом наступает цветение. Предлагаемые семена как дрожжированные, так и обычные. Вот обзор всех окрасок серии Эрика. Звезда нашей презентации, звезда 2021 года, новая серия Клеомы. Называется она Спаклер 2.0. До этого, если вы помните, у нас серия Клеомы просто называлась Спаклер. Здесь мы сделали 2.0. Жаростойкое растение привлекает насекомых опылителей. Достаточно засухоустойчивые растения. Клеома Спаклер – это мощь и красота для вашего ландшафта. Она обладает всеми преимуществами гибрида F1. Жизненная сила, высочайшая однородность, дружные всходы и способность расти при достаточно высоких температурах. Вообще Клеома жару любит. Растения из серии Спаклер 2.0 чуть более компактные по сравнению с серией Спаклер. При этом заметно улучшены показатели ветвления и интенсивность окрашивания цветков. Также мы очень заметно улучшили качество семян новой серии. И оно улучшено настолько, что нам уже не нужно делать какую-то предпоседную подготовку семян, то есть прайминг. Достаточно покупать обычные необработанные семена, и они покажут вам хорошие всходы и энергию прорастания. Что это еще значит для нас? Эти семена обычные у Клеомы Спаклер 2.0. Мы их можем хранить гораздо дольше, чем семена, обработанные по технологии прайминг. Обратите внимание на окраски. Растения достаточно высокие, при этом куст у них очень широкий. Если вы видите, внизу до 80 сантиметров шириной они разрастаются, но это при солитерных посадках в Калифорнии. В наших условиях будут чуть-чуть поменьше, но тоже растения и высокие, и достаточно хорошо ветвятся при условии своевременной пикировки и посадки в горшки. Выращиваем мы ее только в горшках, не стоит ее выращивать в кассетах. Горшки мы подбираем диаметром более 14 сантиметров. Обратите внимание, насколько шикарно и мощно смотрится новая серия Клеомы Спаклер 2.0 в посадках. И обратите внимание на высочайшую однородность по габитусу. И по времени цветения среди всех окрасок нашей новой серии Клеомы. Гацани Биг Кис. Известная уже серия, но новая окраска Биг Кис Оранж Флейм улучшили сроки цветения, потому что в серии Биг Кис какие-то окраски зацветали чуть-чуть попозже. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы все окраски в серии Биг Кис зацветали в пределах 1-2 дней. В серии Биг Кис цветки очень яркие, диаметр у них около 12 сантиметров. Цветки очень красиво возвышаются над кожистой, глянцевой, темно-зеленой листвой. Привлекательный вид растений как на прилавке, так и в саду. Растения мощные. Это Биг Кис, большой поцелуй, гибрид F1. Растение очень теплолюбивое, засухоустойчивое. В то же время оно выносит небольшое похолодание и заморозки. И также их можно выращивать при достаточно низких температурах весной. Просто удлиняется время выращивания. Это надежный продукт для продления сезона розничных продаж. И лучше всего растения из серии Биг Кис выращивать в горшках диаметром от 10 сантиметров. Тогда Биг Кис покажет всю свою мощность и красоту. Вот, пожалуйста, обзор всех окрасок нашей серии Гацани Биг Кис. Бальзамир и Мара очень известный. Если перед этим у нас был солнцелюб, Гацани, цветки у которой раскрыты в солнечную погоду, то для теневых клумб, конечно, мы используем бальзамин и Мара. Садовый фаворит возвращается в тень. Вообще, я достаточно много говорила на прошлых презентациях и семинарах про бальзамин и Мара, но я хочу снова подчеркнуть важность этого нового гибрида, потому что это до сих пор первый бальзамин Уоллера с высокой степенью к устойчивости ложной мучнистой росы. А с 2011 года, если вы помните, ложная мучнистая роса – это просто бич посадок бальзамина Уоллера в ландшафте. И Мару легко производить, производство дешевое, растения хорошо ветвятся, отлично подходят для продажи в горшках, в принципе, ее можно выращивать и в кассетах, но все лучше в горшках. Доказанное сохранение длительной красоты в ландшафте на протяжении всего сезона. И здесь мы рассказываем вам про новинку. Это смесь окрасок XL Star Mix. Характеризуется более крупными цветками со звездой. Пока что представлена в виде смеси окрасок, и цветки очень крупные. Вот, пожалуйста, обзор всех окрасок серии Мара. Есть окраска, точнее, смесь окрасок и Мара Mix. Там вы увидите новые окраски в смеси Orange Star и Red Star. Но в серии, в новинке Ямара XL Star Mix, там совершенно другие гибриды входят туда из серии Ямара, но не Orange Star и не Red Star, другие звезды. И пока что этой серии представлены только в виде смеси. Альтернатива бальзамину для южных регионов, потому что бальзамин и Оллеров все-таки любят влажность, а там, где у нас сухо и жарко, очень хорошо подойдет Катарантус Корокаскад. Несравненная красота. Корокаскад – это гибрид F1, полуампельный Катарантус с высокой устойчивостью к большому количеству штаммов фитофторы. Здесь уже идет фитофтор никотиана штамма. Округлый стелющийся гапитус. Идеально подходит для подвесных кашпо и больших вазонов. Цветки очень крупные, и они украшают растения весь сезон. Новые окраски, точнее улучшенные окраски априкот-импруфт и вайт-импруфт. Эти две окраски цветков улучшены по показателям габитуса растений. Он стал еще более округным, растения стали более привлекательными. Корокаскад мы можем высаживать в контейнеры подвесные корзины и местоположение на клумбе солнца. Чем теплее, чем жарче, тем катарантусу лучше. Обзор всех окрасок серии Корокаскад. Просто широчайшая цветовая гамма, крупные цветки, замечательные полуампельные растения из семян. Компактные растения с вертикальным габитусом, вертикально округлым. Катарантус борец. Серия называется Cora XDR, что переводится с английского означает Extra Disease Resistance, экстра устойчивость к болезням. Риск минимизирован. Цветение будет длиться весь сезон благодаря высокой устойчивости к десяти наиболее вирулентным штаммам фитофтора неготиана, которые вызывает фитофтороз катарантуса. Растения эти легко выращивать. Очень хорошо ветвиться. Никакая прищипка современным гибридам не нужна. Очень высокая однородность по габитусу и времени цветения внутри всех окрасок серии Cora XDR. Это идеальный катарантус для премиум-кассет с крупной ячейкой и для горшков. Высокая привлекательность для покупателей. Крупные эффектные цветки, широкий ассортимент окрасок и длительное сохранение внешнего вида. В новой окраске Magenta Hala улучшена устойчивость к болезням. Напоминаю, мы их проверяли на 10 самых вирулентных штаммов фитофтора неготиана. Местоположение на клумбе тоже самое солнечное. Выращиваем там, где тепло, солнечно и даже жарко. Обзор окрасок в серии. Опять же, огромная цветовая гамма. Обратите внимание, в смеси окрасок даже присутствует Cora XDR красного цвета. Тоже очень яркая и интересная окраска. Пока что только в смеси. Можно продавать в кассетах, можно продавать в горшках. Переходим к двулетникам. Ранункулюс лютик. Серия называется Magic. Это действительно волшебная серия. Она обладает генетической компактностью. Растения очень аккуратные. Ретарданты при выращивании не нужны. Вообще невозможно устоять перед красотой этих цветков. Те, кто научится выращивать ранункулюс, они всегда будут в прибыли. Они всегда обеспечат себе ранние выгодные продажи. Плюс, как и все двулетники, ранункулюсу не нужны высокие температуры для роста и для цветения. Соответственно, вы хорошо экономите на отоплении. В этих окрасках улучшена сила роста. Внизу вы видите, есть местоположение на клумбе, частично в тени. Но, как правило, это растение выращивается в горшках, продается в наших случаях весной. Или в какие-то весенние цветники, как очень красивые цветовые акценты. Посмотрите, какие прекрасные цветы, чем-то похожие на розы, очень нежных окрасок. И главное их преимущество, что это одно из самых ранних растений весенних. Когда у нас еще не буйствуют летники, когда еще достаточно прохладно, но ранункулюс уже радует глаз. Сложная культура, но она того стоит. Ранункулюс magic. Виола рогатая пенни. Это наш бестселлер. Бережливые цветоводы выращивают пенни. Ну почему? Потому что за одну и ту же цену вы берете огромное количество окрасок растений, очень однородных по габитусу, по времени цветения. Виолу можно производить в кассетах и в горшках, даже в условиях высокой плотности культуры. Растения великолепно ветвятся, при этом они устойчивые к вытягиванию. Ретарданты практически не нужны. Растения виолы рогатые из серии пенни долго сохраняют товарный вид, могут зимовать в открытом грунте. Обратите внимание на улучшенную окраску пенни Marina Improved. Новая окраска пенни Pink Face. Новая окраска Tiger Face. Улучшено, заметно, качество семян. То есть еще лучшая однородность, еще лучшая схожесть и урожай семян, что важно при получении гибридов F1. Можно выращивать в кассетах, можно выращивать в горшках. Здесь посмотрите, какое невероятное количество окрасок есть в сорте серии пенни. Это только первая часть. И вторая часть еще окраски из серии пенни. Это поистине уникальная и очень выгодная и интересная серия виолы рогатой. Дельта Спиди. Конечно, самая знаменитая наша виола из серии Дельта. Но часть окрасок выделена под серию Дельта Спиди. Это масса цвета в самый нужный момент. Дельта Спиди – это самое надежное и программируемое производство. Цветение практически не зависит от длины дня. То есть растение практически нейтральных в длине дня. Идеальная серия для самых ранних продаж, для раннего весеннего цветения. И получается экономически эффективное производство даже в условиях короткого дня. Как и у всех виолы из серии Дельта, цветки у Дельта Спиди очень крупные. И располагаются они на коротких компактных цветоносах. Великолепный вид растений на клумбе. Пожалуйста, обзор всех окрасок в серии. Я очень надеюсь, что к 2022 году у нас получится окраска Дельта Спиди чисто красная. И тогда мы можем уже делать флаговые клумбы, которые будут ранние. И все окраски будут зацветать четко в один срок. Очень быстрая серия Дельта Спиди. Переходим к многолетникам. Колокольчик Портеншлага. Гибрид F1. Называется он Clockwise. Раньше вы привыкли, в нашем ассортименте была окраска Clockwise Compact синяя. Deep Blue. Теперь добавилась окраска White Blush. Очень хорошее дополнение к ассортименту колокольчиков. Такие белые цветочки с нежными розоватыми или голубоватыми кончиками на лепестках. Очень нежная, интересная, красивая окраска. White Blush. Быстрое производство, как у всех гибридов F1, очень однородная продукция. Цветение в год посева. Не нужно не замачивать семена, ничего с ними не делать, не скорифицировать, не стратифицировать. Гировизация тоже не нужна. Единственное, что производить этот колокольчик лучше всего в горшках. И для получения более быстрой продукции, и для получения пышных растений мы высеваем в одну ячейку где-то по 3-4 семечка, чтобы получить очень эффектные и очень обильно цветущие кусты. Дельфиниум дельфина тоже достаточно известная серия. Это первая компактная серия дельфиниума. Несмотря на то, что это сорт, а не гибрид F1, очень высокая однородность окрасок по срокам зацветания. И очень компактный габитус. То есть вам не нужно делать никакие подпорки. Растения не ломаются при транспортировке. Гораздо больше растений влезет в грузовик при транспортировке к месту посадки, к месту продажи и так далее. Пять ярких окрасок и смесь окрасок. Из новых окрасок вот с левой стороны вы видите дельфина Pink White Bee. То есть розовая с белой серединкой. Очень красивое растение. И зацветает оно в год посева. В горшок мы сажаем по одному растению. Желательно использовать горшки диаметром от 14 см для посадки серии дельфина. Ну и последняя важная новинка в 2021 году из семян. Это цикламен персидский серия Facilla. Окраска называется Facilla Winter Purple. Фиолетовая окраска. Facilla это цикламены селекции Варенова. Серия Facilla относится к мини или к миди цикламенам. Выращиваем их в горшках от 9 до 12 см диаметром. Очень изящные миниатюрные цикламены. Лучше всего они подходят для цветения. Поскольку называется Facilla Winter, то цветут они лучше всего в конце осени или зимой. Очень хорошо противостоят серой гнили, потому что осенью, зимой достаточно высокая влажность, низкие температуры. Часто растения поражаются серой гнилью. Но вот растения из серии Facilla Winter очень устойчивые. К появлению серой гнили. Большое количество некрупных листьев обеспечивает обильное цветение. Напоминаю, чем больше у растений листьев, тем больше оно сможет заложить красивых цветков. Что касается цикламенов, их очень рекомендую посмотреть на виртуальном туре, который называется Autumn Trials. Картиночка с левой стороны. Здесь на фотографии вы видите по онсетию. Но, честно говоря, практически 70% виртуального тура Autumn Trials посвящено цикламенам. Очень хорошее качество этого виртуального тура. Настоятельно рекомендую, когда будет время, зайти на страничку Сингенты, зарегистрироваться и посетить этот виртуальный тур. Высокого качества растения. Очень массовые посадки. Хорошее описание растений. Пока что информация только на английском языке. Но там, в принципе, все понятно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А для тех, кто хочет обновить свои знания по ассортименту компании Сингента по летникам или по горшочным культурам, посетите виртуальный тур Сингента Flowers, чтобы увидеть летний ассортимент или инновации 2020. Спасибо за внимание.